Потому что МОЗ Метрострой выроет подземку в Индии. Компания выиграла конкурс на строительство метро в городе Чинай. Это бывший Мадрас. Столичные строители возведут 7 станций и выруют тоннель длиной почти в 6,5 километров. Общая стоимость контракта 430 миллионов долларов. Индийские тарифы с московскими сравнивал наш экономический обозреватель Игорь Иванов. Что-то маловато, мне кажется, как-то. Всего-то 430 миллионов за целых 6 километров. Ну, на самом деле, действительно, это очень демпинговые цены по московским меркам. Собственно, давайте посмотрим, в какие деньги оценивают строительство метро в Индии и у нас в городе Москва. Ну, вот, собственно, вот этот проект, который выиграл МОЗ Метрострой. 7 станций, 6,5 километров туннеля. Почему МОЗ Метрострой? Потому что это сложные туннели. А у как раз русских строителей метро есть экспертиза в рейти сложного туннеля. Он двухполосный и там, значит, сложные разного рода технические условия. А вот теперь, значит, вернемся в Россию и посмотрим, сколько, в какую сумму оцениваем этот проект Дмитрий Гаев, бывший глава московского метро. По его, значит, оценкам, которые он проводил на правительстве Москвы уже при Собедине, километр сложного туннеля, строит 5 миллиардов рублей или примерно 170 миллионов долларов. Станция, ну, вот мы оцениваем ее, как ее построила Галаров за 20 миллионов долларов. Ну, собственно, перемножим, получим, что, так сказать, по расценкам Гаева, этот проект стоит примерно миллиард 200 миллионов долларов США. Александр Кузьмин, еще при Лужкове, оценивал стоимость... Александр Кузьмин, это главный архитектор Москвы. Да, пардон, Муа. Оценивал еще при Лужкове стоимость строительства метро гораздо более скромными цифрами. По Кузьмину километр прокладки стоит 70-80 миллионов долларов. Ну, станция, то же самое, считаем, 20. Получается 550 миллионов. Ну, что, в принципе, тоже примерно на 25-30 процентов дороже, чем в Индии. Если посмотреть, ну, это, кстати, не только для Москвы характерны такие оценки. Например, в Екатеринбурге строят метро, которое в этом городе метростроители считают одним из самых дешевых стоящих зрения стоимости строительства метро в России. Там стоимость прокладки километра 3,5 миллиарда, то есть примерно 115 миллионов долларов. Почитаем, получается, где-то вот аналогичный индийскому проект должен стоить примерно 850 миллионов. То есть примерно вдвое дороже. Ну, то есть, понятно, что нам объяснят, что в Индии гораздо проще геологические и прочие условия. Ля-ля, там, не знаю, неотвеченные мерзлоты, правда, в Москве тоже нет. Но факт остается фактом, да? Просто это подарок дружескому, братскому индийскому народу. Хинди, Руси, Пхайпхай и... Не совсем так. Так, вот, если посмотреть на Transparency International, считают, все знают, такой corruption perception индекс, индекс приятия коррупции в разных обществах. И если мы посмотрим на 2002 год, то Россия с Индией сляли бок о бок, рейтинг был одинаковый 2,7. Значит, то произошло за последние 8 лет. У России этот индекс спикировал на те же значения, даже, по-моему, сейчас он слегка похуже, Россия там на 150 в каком-то месте. А Индия совершила несколько гигантских шагов вперед в области борьбы с коррупцией. Индия сейчас на 70 с лишним позиций, впереди Россия в этом рейтинге. Индия в середине, Россия в хвосте так и осталась. И вот, собственно, что мы и видим. За тот же проект в России просят 2,5 раза больше денег. Ну, вот как шутит один мой знакомый бизнесмен, норма отката 70%, как у Геринга. Вот, возможно... Назовем это коррупционный коэффициент такой, да? Что? Коррупционный коэффициент. Ну, да, получил заказ на 100 рублей, 70 отдай. Ну, вот, так сказать, очень похоже, что в этой шутке какая-то, так сказать, лошадиная доля правды. Ну, потому что, как это иначе объяснить? Спасибо, Игорь. Игорь Иванов сравнивал. Да, речи потерял. Ну, да, как-то трудно даже обсуждать эти цифры. Как-то все очень убедительно. Игорь Иванов сравнил откаты при строительстве метро в России и в Индии.